Микс Ньюс. Глава Рижского бюро по развитию туризма, глава общества ресторанов Латвии Янис Йензиц сегодня в нашей студии. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Что же происходит в отрасли? Мы все прекрасно понимаем, что вот эта вторая волна коронавируса, эти ограничения, которые с каждым, ну, практически днем все больше и больше, ну, вводятся в нашей стране, они очень сильно, конечно, бьют по бизнесу, прежде всего, туристическому и ресторанному. Да, конечно, я абсолютно с вами согласен. Вот как раз у меня была такая интуиция, когда я к вам ехал, что вы мне зададите этот вопрос. И я думал, ну, чтобы слушателям было понятнее перенести эту ситуацию, ну, например, на бюджет семьи. Ну, сколько по-вашему, сколько вот средний бюджет семьи Латвии, ну, примерно, как вы думаете? Ну, в смысле, обычная семья, там, папа-мама, ну, один-два-двое детей. Ну, я думаю, что, наверное, ну, где-то, ну, 600-700-800, ну, если мы так берем тысячу. Ну, тысячу евро. Вот представляете, бюджет семьи упадает на 90%, остается 100 евро. За 100 евро надо заплатить за жилье, налоги, надо топить, вода, электричество, детей в школу, транспорт. Вот. И представляете, ну, вот что можно сделать на 100 евро? Вот такая ситуация сейчас в гостиничном бизнесе, где бизнес упал на 90%, в турагентствах 90-100%. И представляете, такая ситуация, что вот вам с этими 100 евро надо прижать не только, там, один месяц потерпеть, там, какие-то накопления. Ну, это такая ситуация была. Март, апрель, май. Сейчас начинается такая же ситуация, октябрь уже показывает, ноябрь. И еще полгода, я думаю, будет такая ситуация. Ну, вот это так кратко характеризует драматичность в сфере туризма, гостеприимства. Мы видим, что ряд гостиниц закрылся, это вот, ну, новости постоянно приходят, что закрываются отели. Кто-то перепрофилируется, вот буквально на улице Сколос, неподалеку от нашего радио. Я вижу, что гостиница «Лайна» сейчас в себя позиционирует как хостел для студентов, студенческая какая-то. То есть, это вот попытки найти новые ниши, они, ну, дают какую-то возможность выжить? Ну, конечно, предприниматели, как и само слово говорит, предприимчивые, они пытаются выжить, потому что у них тоже, ну, они ответственны не только за свою семью, но тоже за своих работников, которым они платят зарплаты. И они пытаются искать новые виды, как, ну, сохранить свой бизнес, сохранить достаток своей семьи. И это видно и в гостеприимстве, и в гостиницах, и в ресторанах предприниматели ищут новые пути. Ну, конечно, ну, это тоже, ну, лимитированы возможности. Конечно, не все гостиницы могут стать хостелями для студентов, и студенты сейчас, наверное, уже учатся отдаленно, так что им вряд ли студенты из Индии даже не приехали в этом году. Они, например, ограниченные студенты, они учатся с Индией отдаленно, так что, да, ну, вот такая ситуация. Ну, моя убежденность до сих пор, я, наверное, надоел всем уже, но я буду поддерживать, что, ну, как и Европейская комиссия тоже уже очень рано сказала в марте, что отрасль туризма, гостеприимство должна быть поддержана, и выделены тоже большие средства и на следующий период фондовый, денег, которые не надо будет возвращать. Потом, конечно, есть заемные деньги, где вся Европа вместе заняла, государственные деньги. И очень важно сохранить эту отрасль, потому что, ну, вот в нашей стране она очень, как раз по сравнению с соседями и другими странами, она очень весома в экономике. По данным ОСЕД, Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, у нас туристическая индустрия занимает 4,5% лового продукта, что является больше, чем в среднем по странам ОСЕД. И, например, если мы говорим про 2019 год, то вот вес в экономике туристической индустрии был 1 миллиард евро, что почти весь бюджет медицины в Латвии. И эта индустрия, и много говорится о том, что мы будем, ну, на государственном уровне поддерживать экспорт. Про туризм иногда забывается, иногда говорится, но вот как раз принимающая отрасль туризма, где люди приезжают сюда, это ведущая отрасль по экспорту услуг в Латвии. И опережают такие отрасли, тоже хорошо знакомые, как IT, как банковские дела, финансовые услуги, телекоммуникации и другие. И очень важно то, что уже вот много европейских стран говорят, ну, ну, кризис везде, что они видят выход с экономического кризиса как раз благодаря туризму. Поэтому так важно сохранить эту инфраструктуру, хорошие гостиницы, хорошие рестораны, сохранить турагентства, которые занимаются входящим туризмом, с их контактами, с их талантами. Это очень-очень важно, чтобы мы могли так постепенно выходить с кризиса. Я думаю, что выход уже начнется следующей весной. И, конечно, туристическая отрасль работает, ну, в плане части от своего отдыха. Конечно, это быстрее возобновится. Но в деловом туризме уже работа идет на 2022, 2023, 2024 год. Вот как раз мы с партнерами писали отзывы партнерам, что они способны принять большие мероприятия в 2023-2024 году. Так что вот это... То есть оптимизм сохраняется, можно сказать. Ну, да, такой оптимизм всегда надо сохранять. Ну, просто я хочу характеризовать, что туризм – это не как мотор, что вот туристов нет – выключили. Туристы появятся – включим. Эта работа, постоянная работа уже идет на 2023-2024 год, и этим кому-то надо заниматься. При том, что вот, например, туристическое агентство, у них оборота на данный момент нет. Они, вот, в принципе, то, что они делают сейчас, работники, они работают на отмену резерваций каких-то, которые ближайшие в будущее, и им платятся зарплаты. И, конечно, они работают, ну, с надеждой, что, ну, я думаю, 2023-2024 год уже мы вернемся, ну, вернемся как к нормальной жизни. И, конечно, жизнь будет немножко иная, я думаю, ну, и вообще жизнь изменится навсегда, если не на очень длительный период, то навсегда. Вот сейчас мы об этом поговорим, но я хотел немножко задержаться, вот, действительно, на моменте. Здесь в студии часто приходили политики, которым мы тоже задавали вопрос о том, какую помощь нужно оказывать. И некоторые вот политики, не будем там называть фамилии, указывать пальцами, но они говорили, а зачем помогать? То есть это, смотрите, говорят, это бизнес. Вот ты не выжил, ну, значит, слабый. Вот, ну, это как в джунглях, то есть слабого съели. А как только ситуация исправится, дескать, все сразу, ну, то есть закрылся один ресторан, процедур. Давайте называть имена уже тогда, если бы начали. Потому что это очень такое, ну, близко рука, близко, не близко. Ну, близорукая, да. Близорукая, да, близорукая видение. Потому что я совершенно согласен в той части, что это бизнес, и лучше выживают в нормальной ситуации, это перед ковидом. Но если вам, вот скажут, например, вот с завтрашнего дня радио останавливайте, потому что у вас чрезвычайная ситуация, у вас работы не будет, будете сидеть дома, пока чрезвычайная ситуация закончится. Остановили на туристический бизнес, в марте остановили, правительство остановило. И это уже там не сильнейший, не слабейший, никто не выживет, если вам скажут, вот радио останавливается, сидите дома пока на три месяца. Вот, ну, дикстас попался, потом будем смотреть. Понимаете, такая же ситуация может быть в любом. Ну, на этом году во всем мире пострадала туристическая индустрия. Это вот коллеги сравнивают ситуацию в туризме, как послевоенная, военная, вторая мировая война была такая катастрофа в туризме. Ну, чтобы так понять на сравнение. И, понимаете, тоже это, почему важно инфраструктуру сохранить. Я упомянул гостиницы, хорошие рестораны, потому что вот когда начнется, они, ну, они экспортирующие предприятия, и когда вот туризм начнет возобновляться, ну, у нас тогда останется пустое место, и будет некуда ехать, и некому их призывать, потому что надо понимать, что вот каждый тоже предприниматель туризма, он как посол нашей страны, нашего города, и они работают очень широко, не только на свой бизнес, это тоже имидж страны, города, который важен инвесторам, если мы говорим про привлечение инвестиций, туристическая отрасль, вот как бы послы тоже для очень многих, для признаваемости страны, города, очень важна для партнеров других отраслей, которые, ну, экспортируют, и очень много связанных индустрий, если мы говорим, ну, какой-то круг отраслей, которые под туризмом, но очень много связанных отраслей, потому что, ну, вот это белье в гостинице, кто-то стирает, кто-то гладит, на завтрак продукты, вот наше сельское хозяйство все это выращивает, поддерживается, транспорт, такси, ну, международные перевозки пассажиров, это все очень-очень связано, сувениры, шоппинг, ну, в принципе, трудно сказать строительство, трудно назвать отрасль, которая не была бы связана с туризмом. И сейчас вот проблема в туризме, она немножко, вот как, самое видное, это туристические предприятия, но она покатится, это экономический кризис, он покатится, и он... По другим отраслям. По другим отраслям, конечно, связанных. А вот сколько нужно времени, чтобы вырастить эти кадры, потому что я понимаю, что вот если, ну, закрылись гостиницы, то есть говорят людям, все, менять, ну, уходите на биржу труда, ищите другую работу, вот чтобы вырастить персонал, который понимает, ну, который... Я понимаю, что это не просто человек с улицы пришел, ему нужно какое-то образование получить. Образование – это одно, конечно, люди учатся, профессиональное. И среднее профессиональное образование, очень много специалистов, которые высшее образование получили. И, конечно, это тоже расходы предприятий, потому что человек еще обучается на месте предприятий, чтобы он, чтобы он, ну, понимал, вот как в этом предприятии работает, какая культура и стратегия. И, конечно, большие средства вложены, и, ну, представляете, ну, вам тоже, если бы сказали, вы знаете, вот это, как мы радио закрыли, чрезвычайным положением. Идите на IT-специалиста, переучивайте, что бы вы ответили. Что бы вы сказали? Пошел угодно, ну, что делать, что делать? Я боюсь, что у меня бы не получилось. Я не думаю, что я, ну, такой, без способностей, но на IT-специалиста я бы не переквалифицировался. То есть, чтобы вот вернуть, да. И тоже вот один момент, о котором мы говорили, что, ну, люди выбрали свою профессию, потому что они ее любят. Если у них не будет возможности в своей профессии работать здесь, они найдут возможности в другой стране. И это уже было в марте, в апреле. Вот как бы после, как бы, чрезвычайного положения, ситуации, да, открывались все страны, и не было работников. Поваров не было. Они уехали в Норвегию, Швецию, Швейцарию. Он говорит, никто никуда не уедет, везде кризис. Но там этот кризис лучше пережить. Да, пережить. Он как-то, ну, в более легком виде проходит. И это, конечно, очень связано с поддержкой страны. И вот то, что вы говорили, если, ну, политики считают, что вот не надо, пусть умирает целая отрасль, 4,5% СОО продукта, который может вызвать еще большие проблемы, тогда, ну, не печально. Ну, вот говоря о том, что все-таки перед октябрем, перед тем, когда вот началась вторая волна, все-таки мы говорили о том, что вот существует балтийский пузырь, о том, что приезжают туристы хотя бы из Эстонии, из Литвы. Вот в этот момент была какая-то надежда? Вот как была ситуация? Ведь проходила и неделя ресторанов в Риге. То есть, все-таки, буквально недавно. То есть, вот как это все? Ну, да. Ну, в принципе, как Рижское бюро производитель туризма, мы уже готовились помочь предпринимателям, ну, с клиентами, уже все чрезвычайное положение. Буквально, как объявили, что заканчивается это положение, на следующий день мы пустили компанию «Рига без тебя не Рига», которая прошла и по Латвии, в социальных сетях, и была видосреклама. Да, я понял, эти все наружные рекламы. Да, стенды на улицах было в Литве, в Эстонии, и мы поставили качественные количественные критерии, что мы привезем хотя бы 80% с гостей прошлого года с Эстонии, с Литвы. И, в принципе, компания была очень удачная, мы привезли 140%. Так что у нас 40% больше, чем в прошлом году. И, конечно, предприниматели были очень рады. мы поменяли тоже весеннюю ресторанную неделю, которую нельзя было осуществить. Ну, можно было, но людей призывали остаться дома, и мы не хотели призывать выходить из дома. И мы пересли на лето, и мы продлили на неделю. Это были две недели. Предприниматель ему очень понравилось, они хотели еще продлить. И вот как раз только что закончилась осенняя ресторанная неделя, которая была уже изначально, мы запланировали две недели. И некоторые предприниматели вот даже в этой неделе продлили, сами по своей инициативе продлили еще на неделю. Так что можно искать предложения у наших партнеров. И еще вот на этой неделе еще попробовать предложение ресторана недель. И, конечно, важно, конечно, это очень связано. Люди смотрят телевизор, слушают новости. И, конечно, если премьер-министр говорит, работа, дом, свежий воздух, рестораны там не были включены в этот список. И, конечно, этот оборот очень упал вот последнюю неделю. Ну, буквально на глазах падают, особенно вечером люди не посещают рестораны. Хотя не было прецедента, чтобы кто-то заболел как раз предприятие общественного питания, такого не было. Мы очень быстро в марте в сотрудничестве с ПВД приняли рекомендации по гигиене, дезинфекции, обслуживанию людей во время COVID-19 на месте и приготовлению блюд для выноса, для доставки. И сейчас тоже вот сегодня мы впустим вход, акцию, как бы такую компанию, призывая коллег тоже пользоваться масками и клиентов тоже пользоваться масками, как бы по этому регулированию, что, ну, в принципе, маска снимается, когда человек за своим столом сидит и кушает, пьет. И вот такое мы сегодня на Фейсбуке запустим. Так что я хочу сказать, что отрасль гостеприимства и гостиницы разработали специальные протоколы дезинфекции, гигиены и ресторанах такие есть, туристические агентства, которые летом тоже принимали очень ответственно отнеслись к вирусу. И я хочу сказать, что, в принципе, Латвии, но по сравнению тоже с другими странами все в порядке в этом плане, что это safety and security на хорошем уровне. А вот не спасает ли ситуация, например, с едой на вынос? Я знаю, что вот в первую волну у меня неподалеку от дома было заведение, которое я видел просто буквально очереди и плюс ко всему у них была возможность удаленно уже заказать, сделать заказ. Я его оплачивал, я просто подходил и мне тут же сразу же выносили этот заказ. То есть, все было очень быстро, безопасно. это я видел очень много пользователей. Конечно, это вот как вы говорили, что люди уже в гостинице превращаются в хостели, в файндайли, в ресторан, превращаются в фастфуд, на вынос. Конечно, предприниматели ищут пути, но если так, вот по сравнению, если вы заказываете, например, medium steak или rare steak в ресторане на месте, когда вам приносят его в medium, пока вы его довезете домой, он уже medium точно не будет. Так что, какие-то блюда, где очень важна квалификация повара, это inspiration ну да, его вдохновение, помогите. Вдохновение его какое-то там да, вот это вот таких блюдах, но они немножко трудноваты для выноса. Это больше фастфуд, предназначен для выноса, но, конечно, много хороших поваров работает, уже начали во время кризиса работать в этом сегменте. И тоже, что важно, что я хочу слушателей призвать, ну, поддержать, может быть, не настолько поддерживать большие заграничные цепи ремнии, максимум, где все-таки владельцы не из Латвии деньги прибыли вывозиться, но поддержать как раз местных предприятий общественного питания, гостиниц, тоже очень успешно прошла, мы делали Леврига, мы делали с партнерами акцию во время осенней ресторана недели, призывали остаться в Рижан, тоже латвийцев остаться в гостиницах в Риге, и акция прошла очень хорошо, гостиницы дали конкурентно способные предложения, включая там завтраки, спа, какие-то еще бонусы по хорошей цене, и, действительно, некоторые были так довольны, что они первые два дня мы выпустили акцию, они сказали, что они не смогут обрабатывать, потому что, ну, как бы, исторически рижские гостиницы всегда были для делового туризма иностранцев, и даже, может быть, не пришло в голову, что можно же сделать романтический уикенд, детей отвезти к маме с женой, остаться в гостинице, пойти на спа, в спа и покушать в ресторане, так что это хорошо прошло, мы сейчас уже, как бы, все запланировали, в ноябре был запланирован месяц джаза в гостиницах, и тоже с хорошим предложением на возможности остаться, но вот сейчас мы немножко перенесли в связи с тем, что у нас работа дома, свежий воздух, но, но что надо понимать по гостинице еще чуть-чуть, то, что как раз, ну, если там мы посещаем какие-то большие массовые мероприятия, ну, какая-то больше риск заразиться, но в гостинице вот эти все протоколы по дезинфекцированию, гигиене, они на очень высоком уровне, это чаще, может быть, даже безопаснее, чем находиться в любом другом месте и, то же, что важно, что некоторые страны, Европы, в мире даже рекомендуют, если кто-то в семье заболел, самоизоляцию как раз проходить в гостинице, чтобы не было риска заразить своих родных членов семьи, да, и это хорошо функционирует, гостиницы дают, дали уже, разработали цены на, если останавливались на более длительный период, этим, конечно, если у кого-то есть интерес, надо связываться с своей любимой гостиницей, и, конечно, эта вся доставка еды, продуктов, тоже очень бесконтакт проходит, доставляется до порога, человек забирает и смотрит телевизор, читает книгу, занимается своими делами как раз в комнате гостиницы. То есть такие вот сейчас предложения тоже, их можно найти? Я не знаю, я не могу сказать, что вот какая-то домашняя страничка как раз вот такими предложениями, но я могу сказать, что такие прецеденты бывают, что люди даже, ну вот когда не был локдаун и не было офисного возможности работать в офисе, были прецеденты, что главарь семьи уезжал в гостиницу только днем, брал гостиницу днем, работал в гостинице как с офиса, потому что дома дети, там школа, разные занятия, все изучают из дома, и просто ну есть есть такой вариант дневной, есть вариант самоизоляции, есть вариант романтического уикенда с женой, так что вариантов много, и еще раз я напоминаю, что я начал об этом рассказывать, потому что очень важно поддержать этот местный бизнес и гостиницы и рестораны, чтобы они вот это следующие полгода, которые будут очень трудными впереди, чтобы они прожили и вот был на фейсбуке я видел в Лондоне кажется был этот чек, копия чека поставлена, где человек заплатил там 15 паундов за то, что он там кушал, пел, и 1000 паундов как тип, и это просто показало, что он на такое трудное время хочет поддержать своих любимых работников своего любимого ресторана. Да, такая трогательная история. Новая Рижская Дума, вот какие надежды связываете вы с ней, ну вот есть ли какие-то уже подвижки, там, контакты, варианты помощи? Вы знаете, ну, буквально неделю, полтора недели назад ассоциации гостиниц ресторанов Латвии и ассоциации агентов и операторов Латвии имели встречу с мэром новая мероприя мэром и конечно речь шла об возможной помощи самоуправления страдающей отрасли. конечно самая большая помощь При сравнении, можно сказать, что налог очень высокий в Риге по сравнению с нашими сёстрами Сталином, с Вильнюсом. Гостиница Радость, он делала, сравнивала похожие объекты. Радость, он гостиница Латвия, Летова и Олимпия, которая в Таллине. И налог на недвижимость, примерно, я сейчас попытаюсь вспомнить, в Риге 470 тысяч евро, в Вильнюсе 145 примерно, и в Таллине 47. Так что это отличается разами. Если в Вильнюсе 3 раза меньше, то в Таллине почти 10 раз меньше. Это, конечно, ну, я думаю, вот такая самая большая помощь была бы от Рижской Думы в это время. Конечно, есть другие возможности, ну, это более интересно, наверное, ресторанам. Есть рестораны, которые расположены, помещения, которые принадлежат Думе. Я знаю, что в некоторых случаях очень хорошее уже сотрудничество с Риге с нами, и Риге с нами дали скидку пропорционально. Ну, очень хорошая идея. Мне кажется, вот пропорционально сколько упал оборот, такая скидка на недвижимость. Это, мне кажется, очень корректное решение. Потом, конечно, проблема гостиницы. Если вы даже, вы упомянули, некоторые закрываются до весны, до лета. Если вы даже закрыли гостиницу, вам надо ее топить, чтобы не потерять ее. Значит, Риге с Силтумс, там все есть, и у вас, ну, она закрыта, никакого оборота нету. Не заплатили за Силтумс, вам его отключают. Ну, вот такой был круг вопросов, который обсуждался с новым мэром. Насколько я знаю, он обещал подумать и встретиться еще с отраслью. Ну, я надеюсь, будут приняты позитивные решения. То, что касается работы нашего Бюро по развитию туризма, я думаю, ну, это, конечно, наверное, не самый большой приоритет. На данном случае Рижская дума, там много работы, много дел, я думаю, и мосты, и вот отдаленная работа, и вся эта, ну, как раз ситуация со школами, и с остановкой распространения ковида. Ну, я встречался с политиками, с вице-мэрами, с политиками из коалиции, которые проявляли интерес к туризму, объяснял, чем мы занимались в этом году, потому что этот год был, немножко отличался от других, других годов перед тем, и рассказывал, вот какие у нас планы на будущее. И на будущее очень важно то, что мы начали очень интенсивную работу вместе с отраслью, что, в принципе, все, что мы сейчас делаем, это подтверждено в отрасли. Мы больше сами не придумываем, что мы будем ехать на такую выставку или туда. И главное, нужды, как бы, отрасли, и мы их поддерживаем, ну, конечно, в основном наша задача промоутировать город, работать над тем, чтобы туристов стало больше. Сейчас направление, вот то, что интересно в деловом туризме, то, что во всем мире начинаются вот эти гибридные мероприятия, или как английский «фиджитал», «физикал» и «диджитал». Да, что вот какой-то круг людей находится на месте на конференции, на конгрессе, и очень много людей по всему миру интерактивно на платформе участвуют в этой конференции. Не только просто смотрят, что там происходит на трансляции Фейсбука, но интерактивно участвуют, задают вопросы, участвуют в вопросах, сами могут подключаться, задавать живые вопросы, дискуссии идут по всему миру. И наша амбиция, что мы, как Бюро по развитию туризма Риги, мы поставили амбицию, что Рига должна выйти на лидирующее место при Балтике и в Скандинавии в этом виде делового туризма. У нас хорошие предданные, хорошее value for money, соотношение цены и качества, профессиональные организации, которые могут это организовать, и красивый город, я хочу думать, хорошие гостиницы, рестораны, и мы в этом направлении идем. Вот сейчас уже пришло такое гибридное мероприятие, день делового туризма и форум послов конференции, где мы поздравляли тех людей, которые до того в Ригу привезли большие конгрессы, это медики и лидеры профессиональных ассоциаций, которые называли мероприятие в Ригу, экспортировали наши услуги и привели в Ригу много денег. И следующее, где мы будем участвовать с рижской сценой, сотрудничество с 5ГТ-хриторией конференции, которая проходит на мировом уровне, на очень высоком уровне, у нас будет два дня рижская сцена, где параллельно, ну, таким чисто профессиональным вопросом, как по поводу, какой будет деловой туризм будущего, будут и немножко развлекательная часть, где мы покажем лучшее, что у нас в гастрономии, в коктейлях, в архитектуре, в искусстве, с юмором тоже, что у нас в порядке. То есть это будет гибридная фиджитал конференция, конечно, основная программа, это 5ГА, и с этим 6ГА связанные вопросы. Но мы договорились, что параллельно два дня идет рижская сцена, на которой, ну, там несколько сцен можно переключиться, отключиться, и, конечно, на рижскую сцену мы будем приглашать всех своих партнеров делого туризма из всего мира. И тоже мы договорились параллельно, два таких самых высшего уровня мировых мероприятий происходят, рижская конференция, которая посвящена обороне и внешним делам, договорились, что тоже вот пока у них не пойдет официальная программа, рижская сцена будет передаваться тоже их гостям, интересентам, которые зарегистрировались на эту конференцию. Так что, ну, эти два, ну, сейчас это 11, 12, 13 ноября, мы хотим вот так выстрелить, чтобы соседи поняли, кто тут главный, что Рига сейчас будет оригинальным хабом для таких мероприятий. Так что вот я надеюсь, что слушатели будут поддерживать энергетически, у нас все удастся. Еще раз напоминаю нашим слушателям, глава Рижского бюро по развитию туризма, глава общества ресторанов Латвии Янис Энзис в нашей студии, а также можно звонить 67212-939-67213-939. Я вот еще хотел спросить по поводу той акции, которая во время первой волны ковида у вас была, вот эту катлу революция, ну, вот насколько планируется ли, ну, какие были вот все-таки итоги этой акции в первую волну, и планируется ли что-то такое же, чтобы привлечь все-таки внимание там Сейма, правительства, как нужно, во вторую? Ну, вы знаете, ну, сейчас надо подумать, если вы говорите, что надо, надо, может, планировать, но пока не планировать. Ну, вы знаете, как бы, я думаю, что, я считаю, что акция прошла позитивно, она была замечена, даже вот сейчас в последнее время широко обсуждаемый господин Лукашенко написал о своем социальных сетях, что вот видите, как на Западе, ну, это летом, когда у нас в июле было, видите, как на Западе плохо жить, там люди даже кастрюлями стучат, так что она была замечена и тоже, ну, в Европе прозвучала. Я думаю, что, ну, конечно, наша мечта уже или цель, я считаю, обоснованно, если мы говорим про общество арестанов в Латвии, это сниженное НДС на общественное питание, и если мы считаем, что итогом акции, что НДС не было снижено, тогда можно считать, что акция неудачная. Ну, на мой взгляд, она удачная, потому что отрасль была замечена и потом последовала, очень хорошо вышла через кабинет министров этот инструмент поддержки отрасли, который был и гостиницами, и ресторанами, и туристическим компаниям, который был как грант, он был грант в размере 30% уплаченных налогов на рабочую силу в 2019 году. И это очень-очень предприниматели оценили, это хватило на зарплаты некоторым на месяц, некоторым на полтора, и я это в прямом виде связываю с тем, что мы привлекли внимание общества. Очень симпатично было, что люди стучали котлами, кастрюлями, те, которые даже не связаны с ресторанами, как бы в поддержку. И то, что на мой взгляд, ни у кого нет самоцели критиковать правительство, или они виноваты, или искать виновных, важно сотрудничать. И вот те решения, которые принимаются по отраслям и по поддержке, и по ограничениям, и другие решения, они должны приниматься в сотрудничестве, консультируясь с отраслем. Потому что никто, ни один политик не может быть экспертом в любой отрасли и принимать решения по всей отрасли. Вот, ну, про вашу, что передавать, что не передавать, да, или котлету так жарить, или так. Так что вот очень важно это сотрудничество. Я чувствую, что вот после Cutler Revolution это сотрудничество улучшилось. Хороший, хороший, как бы, разговор с Министерством здравоохранения, потому что, конечно, отрасль туризма уже в марте объявила, что здоровье общества это самое важное и самое главное. И экономика идет сразу за этим. Хорошо это сбалансировать, чтобы все ограничения были умными, принимая вид, что они отражаются на экономику в прямом виде. И, конечно, если есть ограничения в какой-то отрасли, ей не позволяется работать, заниматься своим прямым, как бы, предпринимательством, должна быть поддержка. И я думаю, что ресторан, если бы, вот, премьер-министр сказал, надо все закрыть, чтобы мы так быстро выздоровели, и предложил поддержку, что, поддержку, с которой это можно сделать, я думаю, это никто бы не был против. Но это все нельзя переложить на плечи предпринимателей. Вы знаете, вот вы тогда вот несите, да, мы тут закроем, и вы вот сами думаете, как вы, выживите и не виживаете. Но это нечестно просто. Ну, это как, люблю сравнение, вот с семьей, вот в семье кто-то захворал, да, заболел. Ну, ковидом или посередине чем-то, да. И вся, ну, в моем мире вся семья садится вот за такой круглый стол, как у вас, и думает, вот как мы ему поможем. Кто-то там отвезет к врачу, кто-то купит там лекарства. И все сотрудничества решают эту проблему. И я хотел бы в моем мире, чтобы в Латвии, тоже во всем мире, чтобы было так, если вот кому-то трудно и плохо, мы все садимся за стол и решаем, как мы эту проблему решим, и как мы ему поможем. Ну что же, на этой ноте мы, наверное, завершим сегодняшнюю нашу беседу. Глава Рижского бюро по развитию туризма, глава общества ресторанов Латвии Янис Йензис сегодня был в нашей студии. Спасибо вам большое. Удачи.